Чебоксарцы поддержали российских легкоатлетов. Второй день чемпионата страны завершился флешмобом, в котором болельщики исполнили гимн России Акапелла. На трибунах была и наша съемочная группа. Для болельщиков, заполнивших центральную трибуну Республиканского стадиона Олимпийский, из 15 финалов второго дня чемпионата самым ожидаемым был спор женщин за золото в секторе прыжков шестом. В числе претенденток на верхнюю ступень пятистала почета были двукратная олимпийская чемпионка Елена Сенбаева и подопечная Республиканского центра спортивной подготовки имени Арделеона Игнатьева, чемпионка Европы Анжелика Сидорова. Страсти подогрела и информация из Лозаны с сессии Международного олимпийского комитета, который с рядом оговорок, но все же дал добро на участие российских легкоатлетов в играх в Рио. Это некий небольшой, но шанс для нас. МОК своего рода дал понять, чтобы все-таки ИАФ приняла справедливые решения по отношению к российским легкоатлетам и допустила тех атлетов, которые на взгляд, опять же, со стороны МОК и ИАФ должны участвовать на Олимпийских играх. Но флаг, чей будут они представлять? Безусловно, российский флаг, как это уже сказал МОК, это однозначно только российский флаг. Ответ наших представителей королевы спорта был адекватным. В секторе прыжков в шестом развернулась борьба, которой могли бы позавидовать и Олимпийские игры. Начав с высоты 4 метра 60 сантиметров, лидеры квалификации подняли планку к отметке 4.85. Чемпионка Европы Анжелика Сидорова сумела преодолеть ее с первой попытки, установив личный рекорд, который был равен второму результату сезона в мире. Мы идем вперед, и вот сегодня я взяла первый раз в своей карьере шестый 4.60 длиной. Я, собственно, очень горда этим. Вот. Ну, он оказался чуть-чуть даже вот такой рабочий мягковат. Есть еще дальше у нас шестый, так что все будет нормально. Для победы Елены Исенбаевой пришлось установить планку уже на отметке 4.90. Первые две попытки оказались неудачными, но в третьем прыжке Елена преодолела эту высоту, став лидером мирового сезона. На драйве представительница Волгоградской области пошла на штурм мирового рекорда, однако 5.07 пока ей не покорились. Но чемпионский букет от благодарной публики она получила. Главное, чему мы все дружно должны быть рады, это то, что Елена Исенбаева прыгнула в лучший результат сезона в мире. Поэтому шлю огромный привет своим соперницам из России. Спасибо огромное всему коллективу, всем моим друзьям, всех, кто меня любит, поддерживает. Одно нас везет всем вам. По-своему решили отблагодарить легкоатлетов и болельщики. Они исполнили гимн страны. Считаю, что и футбол, и хоккей зрелище, что виды спорта. Но мы сегодня убедились, что и легкая атлетика, востребованный вид спорта. Мы увидели болельщиков, сотни, тысячи болельщиков, которые пришли поддержать спортсменов России. Была интрига, было интересно. Но и звезда мирового уровня победила. Мы рады, мы поддерживали ее. Вячеслав Ильин, Виктор Степанов, Вести Чуваша.